Она приехала в сервис и сдохла здесь окончательно. Ну что, всем доброго дня. С вами снова Умзап. Многие просили побольше видео про Махав. Махав у нас трехлитровый турбодизель. Пробег 293,708. Год хрен с ним. 10, 11, 12, все одно и то же. Неважно. Вчера был человек, оставили машину. Тут сменили, якобы, по его словам, сменили свечи накала. Сменили блок управления свечей накала. Знаем, да, что они у нас проблемные и сгорают. И разговаривали вчера по поводу всей проблемы. То есть он оставил ее на ночь, чтобы утром завести. Сегодня утром я ее не завел. Что бы я ни делал, не завел. Проверил подкачной насос, давление насоса утром. То есть все качает, все работает. Сделал тест на удаление воздуха. Проверил свечи накала. Все питание приходит, отрабатывает. Все прекрасно. И, якобы, с его слов, она заводилась только с эфира или отчистителя. Я точно так же брызнул. Ну, это было потом. А до этого, то есть, ТНВД, то есть подкачной насос показывал там от 3,5 до 5,5 бар у нас давал. А вот основной насос не давал ничего. То есть давления не было никакого. И если все же подольше покрутить, все же он выходил там на 10, 15, то есть, ну, вот так. То есть, можно предположить, что это утечка. Первое, что в таком случае делается, это тест на обратку. То есть топливный форсунок. У нас топливные форсунки здесь пьезо. То есть и сброс у пьезо форсунки минимальнейший. Ну, в отличие от всех остальных. То есть там должно быть, я не знаю, 2 миллилитра, там, 3, 5, 7. То есть, ну, как бы, не более. Первое, что я начал, вот, допустим, сейчас. Снял обраточку. Это у нас здесь цилиндры, получается, первый, третий и пятый. Вот. И вот смотрим колбочку. Я только завел, и с форсунки пятого цилиндра полная колба. Вот она, рядышком. Сейчас я специально ее отсоединил, убрал в сторону, чтобы увидели вы. Но самое главное, я не понял одного. Человек, который вчера мне объяснял, хозяин, он объяснил мне так. Он говорит, утром машина не заводится, вот хоть убей. Якобы в течение дня на горячую заводится без проблем. Я одного не пойму. То есть, долгое кручение стартером, и потом все-таки через 10-20 секунд запуск. То есть, это нормально? Я думаю, нет. Дело в том, что когда у нас утечка топлива идет с форсунки, не докачивает насос, допустим, регулятор не держит рампу, разбила, разрезала давление. И в таких случаях, чем горячее двигатель, и чем горячее топливо у нас, он становится жидким, и машина заводится так же долго. То есть, ну как бы это не в порядке. Не знаю, но с его слов, якобы летом все прекрасно было, как только холод, появляется такая проблема. Но когда, допустим, в течение дня завел ее, заглушил, и якобы в течение дня все в порядке. То есть, вот она сейчас у нас и работала, и все. То есть, я думаю, что вот это сейчас, то, что будет происходить, это ненормально. Ну, давай! Ну, или, короче, второй вариант. Она приехала в сервис и сдохла здесь окончательно. Разобрал, подготовил вторую сторону. Вот так здесь все выглядит. То есть, поснимали патрубки. То есть, сейчас нам надо будет добраться сюда, вот до этой обраточки, топливной форсунки. То есть, вторая, четвертая, шестая. Сейчас вот показываю, как она заводится. То есть, с теми же неисправностями. То есть, скрутит стартером очень долго. Причиной может быть, как одна форсунка пятого, которая скидывает в обратку, Ну, может быть, еще здесь есть. Может, второго, четвертого или шестого. А может быть, регулятор пропускает. Пока не ясно ничего. Блин, сегодня стучат, вообще просто ужас. Шумно. В таких случаях, когда форсунка одна сливает, хотя, вы знаете, пробег-то сколько был-то? Пробег-то? Ну, то есть, по идее, при таком пробеге сам Бог велел. Опять же, отталкиваемся от информации. То есть, что, если бы, допустим, проблема была бы там грязное топливо, сухое топливо, там насос погнал стружку, хотя насос, забегу вперед, здесь очень хорошего качества, то есть, чугунный. И опять же, у него нет подкачного насоса, откуда обычно гонят стружки. Потому что у нас стоит он в баке электрические. Вот. Но в любом случае, в любом случае, что бы ни произошло, при любой поломке топливной форсунки, мы всегда ищем причину. Найдем мы ее или не найдем, это результат в любом случае. То есть, обязательно будем снимать топливный фильтр. Неважно, новый, старый, кто там, оригинальный. Любой топливный фильтр будем снимать и делать инспекцию. То есть, надо его снять, вытряхнуть из него все в колбу, проверить на наличие стружки, грязи, ну и вообще, хотя бы визуально даже смотрим топливо. Есть у кого-то сливая белая, синяя, солярка там, желтая. Ну, по-разному. В любом случае, сейчас будем делать тест-набратку, пока она заводится. То есть, проверяем эти форсунки, потом откручиваем регулятор, смотрим, не пропускала ли, забита ли сетка, не пропускала ли между рампой. И есть у Махау такая болезнь. Забивается сетка на регуляторе, давлению деваться некуда. Момент затяжки, видимо, был такой, как бы с заводом предусмотрен, что якобы там, допустим, с усилием 10 кг будет достаточно, но они не учли, что он забьется, и нагрузка будет гораздо выше на него. И потом он между регулятором и рампой начинает резать сталь. Подсоединиться, сейчас буду заводить. Обраточку тоже пережали, обязательно, когда тест-набрат. И смотрите, если, допустим, на других форсунках, там, на Bosch, Delphi, можно дать газу, проверить под нагрузкой, то здесь этого не получится. Здесь можно проверить только на полосток. Если хотите полностью проверить весь цикл, то снимать на сталь. Ну вот, то есть у нас по факту есть неисправные топливные форсунки четвертого цилиндра, которые не держат давление, и пятого цилиндра, с другой стороны. Тут однозначно будет замена. Будут новые, обязательно оригинальные, то есть все. А теперь будем копать дальше. Так, по Махау. Вот он у нас красавчик. Короче, знаете, что мы будем делать? Мне, конечно, повергло немножко в шок новость от мастера. Я не подумайте, что там за работу или за что-то. Дело в том, что выявили, что проверили топливный фильтр чистый, все хорошо, все прекрасно. Регулятор, рампа, все тоже, сейчас помоем, почистим, все отлично. Вот. То есть у нас просто от времени вышли топливные форсунки. То есть так как пробег почти 300 тысяч, вышли топливные форсунки из строя четвертого и пятого цилиндра. И на что ответил клиент, сказал, ну нет, не будем делать, давайте фильтры заменим. Я же как-то ездил, и типа как-нибудь заменим в другой раз. Не знаю, не буду говорить, даже врать, сколько там стоят форсунки, не узнавал. Не знаю, может быть, они правда здесь 100 тысяч стоят одна. Тогда да, может быть. Так вроде бы, по словам клиента, что он вроде бы мучился, там уже, не знаю, год мучается, то есть с этой проблемой. Вроде бы даже был в каких-то сервисах, ничего не сделали, не сказали. Ту-то причину вот выявили, нашли. Ну нет, отказ. Ну, на нет и суда нет. Нам как бы этот особо-то все равно. Своего я добился, то есть проблему нашел. Я доволен, поэтому будет еще один очередной опыт. То есть на этом двигателе. Топливный фильтр будет оригинальный. Сейчас заменим. Фильтр и в топлив, ну, как у всех. Кстати, дизтоплива было белого цвета. Вот как вода. Не знаю, от чего это зависит. Там желтое, зеленое, синее. У кого что? У кого оранжевое. Здесь было прям белое. И в самом конце, когда я сливал, было чуть-чуть грязи. Поэтому топливный фильтр сейчас устанавливаем. Регулятор я уже помыл. Тоже все устанавливаем. Все собираем. И отправляем с Богом. Ну, как бы самое главное мы выявили, что в чем дело. Ну и на этом закончим. Ну все, всем пока. До новых встреч. Если у вас Kia Mojave и есть какие-то проблемы с запуском. Холодный, теплый. Чем смогу, тем подскажу, помогу и сделаю. Ну все, ждем вас. Субтитры сделал DimaTorzok